Девушки отдыхают Когда в мире начнется кадровый голод, кому может быть выгоден дистанционный суд и сколько стоят доспехи железного человека? Подробнее об этом прямо сейчас. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте! Девушки отдыхают Это 7,5% от общего количества специалистов. И по мнению исследователей, потери экономики России к 2030 году из-за этого будут порядка 300 млрд долларов. Словом, прогноз далеко не оптимистичный во всем мире. Предложение вакантных должностей на рынке будет серьезно отставать от спроса. Доходы российского бюджета от экспорта нефти с января по март нынешнего года выросли в годовом выражении на 21% и составили 28 млрд долларов. К слову, в последние два месяца нефть дорожает. Это общемировой тренд. И трейдеры прогнозируют, что цены на нефть в скором времени вырастут до 100 долларов за баррель. При этом объем зарубежных поставок нефти снизился на 1,5% до 6,1,5 млн тонн. Также уменьшился экспорт нефтепродуктов тоже почти на 1,5% до 40,5 млн тонн. Новый законопроект разрешит судам рассматривать в режиме видеоконференцсвязи дела об административных правонарушениях. От этого прежде всего смогут выиграть водители. Им не придется далеко ездить, скажем, для пересмотра штрафов в других регионах. Суть проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях в том, чтобы оснастить залы суда системами видеоконференцсвязи. В уголовных и арбитражных процессах такая практика уже есть. Если проект одобрят, административные правонарушения тоже смогут рассматривать дистанционно. Проще говоря, человеку можно будет прийти в один из судов своего города и оттуда участвовать в процессе, который идет в совершенно другом регионе. Кстати, по данным судебного департамента при Верховном суде, за год видеоконференцсвязь использовали при рассмотрении 82 тысяч уголовных дел и материалов. В Новосибирске каждый месяц становится дешевле около тысячи квартир. Так, в апреле доступнее стали 4% квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке. Наибольшая доля жилья со сниженной ценой находится в Ленинском, Октябрьском, а также Кировском районах города. Чаще всего цену скидывали владельцы недорогого жилья. За прошедший месяц подешевели 40% однокомнатных квартир, треть двушек и 23% трехкомнатных. К слову, 60% всех подешевевших квартир на рынке – это объекты с ценой и так ниже средней на рынке. В среднем квартиры в Новосибирске стоят 3 миллиона рублей. Предприниматели Новосибирской области приглашают к участию в опросе по улучшению делового климата региона. Он уже стартовал. Чтобы поучаствовать, необходимо пройти короткую регистрацию на сайте «Стратегия РФ». Цель опроса – упрощение процедур ведения бизнеса. Каждый предприниматель может высказать замечания, предложения. Они поступят в Департамент инвестиционной политики Министерства экономического развития России. Движение по Крымскому мосту пустят уже во второй половине мая в деловых новостях. Цитата дня. Компания выполнила свои обязательства по первому этапу госконтракта на высоком профессиональном уровне с требуемым качеством в установленную смету и со значительным опережением контрактного срока. Вместо декабря 2018 года строительно-монтажные работы по автодорожному мосту завершены к началу мая. И напоследок. В Голливуде пропал костюм «Железного человека» из одноименного фильма. Его стоимость оценивают в 325 тысяч долларов. А на этом у меня все. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова